Привет, друзья! Практически каждый из вас слышал, что если насыпать сахар в бензобак, тогда точно хана двигателю. Он не заведется, взорвется и так далее. Чего только не найти на эту тему в интернете. Но на самом деле, так ли это? Как описывают некоторые люди, правда ли, что сахар выводит двигатель из строя? А вот давайте попробуем подробнее разобраться в этом вопросе. Погнали! Растворяется ли сахар в бензине? Не вдаваясь в скучные подробности теории растворимости в органических растворителях, попробуем провести простой эксперимент. Для этого понадобится обычный бензин марки АИ-95 и несколько кусочков обычного рафинированного сахара. Помещаем компоненты в стеклянную прозрачную емкость и оставляем на несколько часов. Результат достаточно непредсказуем. Вещество осталось в бензине абсолютно в такой же форме, каким его туда поместили до начала эксперимента. Другими словами, сахар не растворился. Результат, конечно, неоднозначный, но для полной убедительности еще попробуем хорошенько перемешать экспериментальную массу. После 15 минут интенсивного перемешивания, кубики рафинада распались на отдельные кристаллы, но по количеству остались неизменными. Остается финальный способ немного нагреть. Но даже после выдержки смеси при температуре 35 градусов, никаких изменений не произошло. Экспериментальные данные хорошо подтверждаются справочниками физико-химических характеристик. В наиболее известном указано, что сахароза в бензине малорастворима. Так что же будет, если насыпать сахар в бензобак? Причина мнения о том, что сахар может повредить детали мотора, кроется в том, что он быстро карамелизуется под воздействием температуры, образуя густую вязкую жидкость. Якобы эта тягучая жидкость может попасть в камеру сгорания, и образовавшийся там плотный налет сажи способствует заклиниванию механизма. На практике же карамелизация рафинада никак не сможет произойти в бензобаке. Этот процесс начинается при 110 градусах и полностью завершается при 160. Представить, что такая температура образуется в баке, просто невозможно. Наиболее предсказуемый сценарий, сахар просто осядет на дне бензобака тонким слоем. Можно возразить, что все равно сахар попадет в камеру сгорания. Но это не так, он будет уловлен фильтрами топливной системы. Никакого взаимодействия с точки зрения химии между сахаром и бензиновой фракцией происходить не может. Эти вещества не обладают достаточной энергией, чтобы взаимодействовать друг с другом. Конечно, добиться реакции можно принудительно, добавляя сложные катализаторы. Но этого нельзя достигнуть, просто засыпав смесь компонентов в бензобак. Поскольку раствориться в смеси органических растворителей рафинад не может, то он просто распределится под дно бака в первоначальном виде. Какого-то ущерба от сахара в бензине будет не больше, чем от обычных механических включений, попавших в топливную систему. Кристаллы достаточно большие и был задержан при помощи топливного фильтра. Поэтому свои цели, камеры сгорания в двигателе, они не достигнут. Как понять, что в бензобак насыпали сахар? Конечно, сахар не может оказаться в бензобаке случайно. Его добавляют туда, имея злой умысел. При этом можно считать такое вредительство удачей, поскольку злоумышленники не подозревают, что это не повлечет никаких последствий за собой. Обнаружить рафинад в баке можно, если внимательно изучить горловину. После активного пересыпания там гарантированно останутся сладкие кристаллы. Когда заметите такое, то лучше отсоединить бензобак от топливной системы и хорошо промыть его, предварительно удалив бензин. Как защитить свой автомобиль? Большинство современных автомобилей имеют автоматическую систему, которая запирает крышку бензобака при постановке на охрану. Если такой функции нет, то рекомендуется оснастить горловину бака замком. Также будет не лишним установить сигнализацию с обратной связью. Как было выяснено после длительного изучения нюансов, сахароза в бензобаке не представляет практически никакой угрозы для автомобиля. Если такое все же произошло и вредители засыпали в бак пачку рафинада, то спасет отключение бака от топливной системы и его промывка. Мифы о критических повреждениях для двигателя при добавлении рафинада в бензобак не подтвердились. Это вещество не взаимодействует с топливом и не растворяется в нем. Серьезной угрозы для автомобиля такая ситуация не представляет.